Кто гробит детям здоровье? Волос типа Идейла. В ТикТоке, в Инстаграме, Ютубе. Повернулись, наклонились, задрали юбки. И мы говорим в той форме, в которой человек способен услышать. Добрый день, друзья. Добрый день. И у нас сегодня выпуск кухни-инфодайнга, который давно-давно не было. Мы как-то про неё забыли. В пылу работы, в пылу стройки. Но всё-таки вспомнили. Да. Вдруг за пиццей вспомнили. А где-то мы её едим. А едим мы её на кухне. И мы давно не рассказывали, не делились всё, что происходит у нас в закулисье. А в закулисье на самом деле много чего происходит. И начнём мы, наверное, с клуба. У нас начались наши клубы. Они проходят теперь не каждую пятницу. Но по расписанию будут появляться, скорее всего, по пятницам. Это живой формат общения, когда мы приглашаем людей к нам, в гости, сюда. И здесь же мы беседуем, раскрываем какую-то тему вместе. Опять-таки здесь мы помогаем людям грузиться, наблюдаем физиологические реакции. Здесь мы вместе расшариваем, как правило, две-три темы. Темы берём интересные. Берём интересных персонажей. Кстати, на следующий клуб заготовка у меня есть уже по персонажам. Кого мы возьмём? То есть всё то, что публично в открытый эфир выдать, ну, как-то и некорректно, и невозможно. Но при этом здесь идёт одновременно и тренировка, и расшаривание каких-то вопросов, и извлекается польза. Вот, например, когда мы изучали тему прививок, мы очень потом хорошо её проработали. Потом, когда мы изучали тему, зацепили на одном из клубов тему ссоры в парах, когда рушится пара в инфодайинге. И мы дали весь расклад полностью психологических разводов и разрушения пар. И на этом получили очень шикарную обратную связь, где люди писали, что наконец-то до них дошло, почему они развелись в своей жизни. Хотя вроде бы речь дошла про инфодайинг, да. Обратная связь была по парам мужчина-женщина. И вы знаете, было приятно читать, потому что там были очень глубокие письма. Но о письмах мы поговорим дополнительно ещё. Пока о клубах. Так вот, клубы у нас продолжатся, но будут теперь не каждую пятницу, потому что лето такое дело, что много работы на самом деле. И работа не только по инфодайингу. Потому что пришло лето. Потому что дети заканчивают школу, задают выпускные экзамены у Инны. Лера, дочка, выпускница в этом году. И, соответственно, идёт накал и напряжение. Какие будут результаты по централизованному тестированию. А их надо очень долго ждать почему-то в этом году. Ты знаешь, я о чём задумалась? Вот помнишь, как мы сдавали экзамены в школе? Вот если бы ты сдала экзамен, и тебе результатов не говорили там три недели. Ну вот представь. Ведь за это время посидеть можно, стать заикой и вырастить, какие хочешь заболевания. Не только дети, но и взрослые. Да, так там все семьи в напряжении. Это потенциальные, в принципе, будущие больные уже. Уже сейчас. Системная система напряжена. И так мало того, что экзамены переживают. И вступительные, и за школу экзамены. Так ещё и время. Вот если потом пройдёт несколько лет, и вот заметить вот этот момент, что делали с выпускниками, взять их на заметочку и посмотреть их состояние здоровья через 3-4 года, после этого стресса, и после этого растянутого во времени издевательства над центральной нервной системой выпускника, то можно будет очень чётко обнаруживать взаимосвязь практически со всеми видами заболеваний, но, наверное, больше всего ударит по эндокринной и по нервной системе. Но они там близко друг к другу идут. И поэтому желудочно-кишечный тракт у многих вылетит на этом. И сердечно-сосудистые заболевания, всплеск будет на этом. И вот посмотрите, а будет ли виновный, кто гробит детям здоровье? Но это вот факт. Ну, мне очень понравился тот момент, что произошло вмешательство сверху, и это вмешательство, на самом деле, своевременное. Всё-таки будет порядок на видео. Да. Надеемся на это. Надеемся на это, потому что, ну, всё-таки виновный должен понести ответственность, кто издевается над детьми. Просто даже взрослому человеку, вот по 200 человека на 3 недели... Так, а думаешь, родители не висят? В том-то и дело. А родители же переживают, может быть, даже кто-то и больше, чем ребёнок. Чем ребёнок, да. А это потенциальные болезни. Всё, они уже врываются в нашу жизнь. Поэтому вот когда пришло лето, и пришли вот эти напряжения и так далее, мы тоже свой график немножко подстроили, потому что мы сами родители. Хотя вот Ярослав абсолютно спокойно, расслабленно закончил свой пятый класс. Он уже шестиклассник. И я даже предложила ему в последнюю неделю, говорю, Ярослав, я буду, ну, наверное, плохой мамой, но давай не пойдём в школу. Говорю, мне так заколебало по утрам вставать тебе, готовить завтрак. На что он мне сказал, Мама, там в последний день у нас будет сладкий стол, и я не пойду попрощаться с моими одноклассниками за сладким столом. Говорю, всё, капитулируйся. Учись. Ходи, идёшь. Ходи ещё, да. Так что это всё о графиках, поэтому за клубами следите. Они будут по пятницам, но в то время, когда у нас будет возможность, и будут те, кого мы пригласим на клуб. Ну, и, соответственно, вопросы тоже. И когда мы... Каждый раз разные. Да, какие вопросы подберём? Есть вопросы интересные, есть вопросы не очень. Но они глубокие. Но глубокие. Да. И смотри, что мы заметили. Не с первого раза можно взять глубокие ответы. Да. То есть надо подходить системно. Иногда на один и тот же запрос надо загрузиться и пять, и шесть, и десять раз. В принципе, известная тема, когда мы расшариваем психики что-то, мы точно так же и грузимся многократно. А клуб за один раз, конечно, выдаётся пока поверхность. Но можно в дальнейшем на клубах углублять, если тема какая-то очень круто зацепила и стала полезной. У нас, кстати, такие темы уже нарисовались. Вот. А ещё на клубе получилась накладка на последнем. Я так хохотала. Прикольная накладка. То есть мы клубу, когда готовим расшаривание каких-то тем, мы их заранее записываем. Там, где я гружу Ирину, и Ирина даёт ответы. И это всё вы видите в видеозаписи. Потом уже в конце клуба. Вы можете сравнить то, что мы делали на клубе, и то, что мы имели до этого. Так вот, оказалось, чтобы ускорить видео, Вова его включал в полтора раза быстрее. Ну, так как это видео идёт и промотка. А там в программе менялся голос под голос Чипа и Дейла. И мы прямо... Мы стали Чипом и Дейлом. Да, мы как Чип и Дейл там... Пишат на помощь. Чирикали. И при этом... И при этом никто... Все нормально это написал об этом. Только на четвёртом клубе нам сказали, а что это там с голосами? Так, даже не наезжая. И мы потом слушаем и так... Блин! Я так хохотала. А ещё там вместе с той информацией, что выдавалось, вот это Чип и Дейл, это всё, это... Ты знаешь, я бы тоже, если бы я на такой клуб попала и в таком исполнении слышала голоса, я бы тоже ржала и им бы не сказала, чтобы это не прекращалось. Дальше. Из новостей, которые нас ожидают, это то, что мы курсы, которые для начинающих и на начало нового года, более системный подход подготовим, и они будут идти с августа месяца. И те курсы, которые выставлены сейчас на август, они, скорее всего, трансформируются с однодневных с двух-трёхдневных, поэтому те, кто уже оплатил, у вас оплата меняться не будет, но цена может измениться, потому что, когда мы начали выстраивать подходы системы, мы поняли, что вот эти программы, мы их незаслуженно обрезали, их надо по-польшему, ну, больше программы трансформировать. Поэтому у нас с августа начнётся обучающий формат, начнётся он там и с управления, восприятием, и вы посмотрите, всё расписание мы выложим в ближайший месяц. А вот этот год мы закончим курсом, который называется «Сознание болезни». Это глубиннейшая тема. В психике это вообще очень многоярусная тема, и мы пройдём по разным ярусам. Более того, у нас будет психотехническая база, и они будут компилироваться от начальной до более глубокой, и там будет практическая работа. Практическая работа, так как не у всех присутствующих будет вот это сознание болезни, есть люди здоровые, у кого его нету, есть своё и чистое достаточно, то они смогут предложить своих персонажей на курс, и поэтому первые 20 человек, кто зарегистрировался на курс, у тех будет бонус. Они смогут предлагать, либо участвовать сами. У тех, кто будет регистрироваться потом, они уже будут идти просто как слушатели. Учебный материал у них уже предоставили другие слушатели. Потому что, в принципе, нам надо, ну, я думала, человек 10 нам достаточно будет как учебный материал, но посмотрим. Во всяком случае, мы выберем из предложений первых 20 зарегистрировавшихся. Это всё, что касается обучения. И на этом у нас учебный год закончится. У нас будет перерыв до августа. При этом у нас останутся клубы, при этом у нас останутся стримы, при этом у нас останутся лекции, коллективные погружения и так далее. То, что идёт по понедельникам. Понедельник у нас так и останется активным рабочим днём, когда можно будет задавать вопросы и ответы, и когда можно будет грузиться вместе с нами. Если что-то будет меняться или какие-то дни пропускаться, мы вам будем об этом сообщать дополнительно. Вы будете видеть это в расписании на subretion.com. Ещё за последнее, вот за это время, к нам пришло очень много обратной связи. Причём, знаете, что порадовало? Пишут во всех соцсетях. Пишут в ТикТоке, пишут в Инстаграме, пишут в Ютубе, пишут лично. Лично приходят очень большие письма, и очень многие письма я даже не решаюсь публиковать, потому что очень много личной информации. Иногда, когда такая информация более поверхностная, более лёгкая, ну, скрином как-то две кнопки нажал в телефоне, щёлкнул, и в Инстаграм скинул фоточку такую, для того, чтобы всё-таки люди понимали, что работа идёт, что мы не стоим на месте, и обратная связь есть. И даже те, что обещала опубликовать, две статьи нам готовые прислали ребята просто под размещение на ПУБА, и я забыла их опубликовать. Так что прошу прощения, если я их найду и вспомню, где я не ту опубликую, может быть. Потому что вспомнила только сейчас об этом. Хорошо, что вспомнила. Ну, пока вот поток шёл, и поток так вынес. Постой, постой, Наташа, это давно не обновлялся в сайт ПУБАЙ. Будь второго. Спасибо. Поэтому всё, что касается обратной связи, она разбросана по соцсетям, потому что сайт ПУБАЙ... Её можно где-то увидеть, да. ПУБАЙ всё это уже не выдерживает. Я могу лишь какие-то выкладки с Инстаграма вам привести, из того, что вот мне попадается на глаза. Так, тут благодарность. И тут это будет следующий вариант. Пароми. Начал целовать меня и смотреть в глаза осознанно. Раньше такого не было. Начал осознанно отказываться от нежелаемого. Лекарства, занятия. Больше интересуется детьми. Смотрит, как дети играют. Пару раз трогал малышей. Начал замечать вокруг то, что не замечал раньше. С интересом изучал паутину. Боремся за речь. Пока нет желания говорить, хотя может произносить слова. И дальше уже по себе взрослый человек пишут. Доброй ночи. Сегодня после 16.00 моя девочка вернулась. Здраво рассуждать. Вернулась, это вернулась не домой. Это был, да, это был страшный случай. Ну, да. Он впечатлил и нас. Да, да. Девочка, ну, я даже не знаю, в каком она состоянии написать находилась, но она отказалась и от еды, и от питья. Она была не в этом мире. И речь шла только про суицид. Вариантов не было. И был бы суицид через заморить себя голодом или там еще что-то. Ну, это было бы. Что угодно могло быть, да. Сознание просто уже было не здесь. Вовремя обратилась и все. Почему? Как вовремя? Мы уже боялись, что мы не успели. Ну, да. Даже, даже, да. Да, кстати, да. В тот момент, когда работаем. Да, на самом деле. Первый день вообще мы с тобой даже речи не было, чтобы отправить матери консультацию, потому что мы понимали, что сейчас идет конкретно ломка, останется она или нет. На второй день, то есть мы смогли зачистить кусок психики. На второй день посмотрели, что первый день сработал в плюс, значит, начали дальше работать. Уже отправили консультацию. А третий день дочищали. А потом еще, вот получается, до сих пор держим, корректируем. Но уже мама пишет. Ну, вот получается, на третий день она прислала. После 16.00 моя девочка вернулась, здраво рассуждает, ведет диалог, речь, мимика, жесты, чувство юмора. Все как раньше. Говорит, что было как во сне. Очень страшно и казалось бесконечно. Спасибо вам огромное. Вы спасли моего ребенка. А, кстати, мама сегодня присылала. Сейчас я могу сегодняшнее. Да, а где у меня мама? Мама сегодня присылала письмо. А вот еще открываю сразу то, что люди благодарят. Вот. Доброе утро. Всю ночь спала, проснулась в хорошем настроении. Теперь она похожа на мою девочку. То есть вот еще каждый день работаем. И каждый день потихоньку-потихоньку вытаскиваем ребенка. То есть у ребенка будет хорошо. На самом деле, если мама будет работать, условия сохраняются для всех единые. Да, да, да. Тут никуда не денешься от этого. Интересно, тоже вот пока открывала, открыла. Доброе утро, Наталья и Ирина. Хочу сказать благодарю вам за вчерашние стримы 29.05. Зашел так, что реву до сих пор. Благодарю каждого. И вас, и людей, которые писали вопросы. И свою ситуацию. И потом пошла мужа, детей, внучек. Осознание глубины, нелюбви себя. И как работают твои зеркала и пространства. Я благодарю вас за то, что вы несете в массы такие знания. Обнимаю. Кстати, очень много писем таких в ТикТоке. Очень много таких писем люди присылают. Благодарность. В Ютубе за стримы, за ответы на вопросы, за то, что мы даем и делаем. Кстати, из Ютуба изменило восприятие к мужу. Стало иначе относиться чувство любви и благодарности. Снова начал испытывать к нему на детей, а их четыре. Смотрю другими глазами. Моя доченька изменилась за три месяца. Еще в январе и ставили диагноз ранний детский аутизм. Теперь у нас другой ребенок. Не хватает только речи, но я уверена, что это скоро изменится. Это на стримах. И ведь правда, мы сами выбираем считать ребенка больным и сочувствовать себе, и оправдывать это. И лежит со здоровым ребенком. И старший тоже был сразу. Но окружение не говорили этого. Мы так и жили без диагнозов. Считали его здоровым. Просто интересы другие. Сейчас он учится в пятом классе лицея. Красивая речь. Очень много знаний. Да, у него другие ценности. Но это не повод говорить, что он болен. И так далее. Тут свою историю мама выкладывает. И мне очень приятно, что наши слова люди подтверждают. Мы говорим об этом. Ваши болезни в вашей голове. Как вы относитесь к детям, то вы и пожинаете. Что посели, то пожали. А еще я выложила прикол. Это из Канады прислали девчонки. Они запросили у искусственного интеллекта в чате GPT, что такое инфодайвинг. И искусственный интеллект сформулировал, что такое инфодайвинг. Инфодайвинг – это процесс поиска и изучения информации в интернете, особенно в глубинных слоях сети, которые недоступны для обычных поисковых систем. Инфодайвинг может включать в себя использование специальных инструментов, таких как технологии анонимного серфинга и поиска шифрования, а также многих других методов и технологий, которые помогают найти и получить доступ к информации, которая находится за пределами обычного доступа. В целом, инфодайвинг может быть полезен для исследования некоторых тем, которые не могут быть найдены через обычные поисковые системы, такие как скрытые веб-сайты. То есть, искусственный интеллект конкретно описал на самом деле… Психику, как интернет. Да, как интернет. Вот полностью. Вот вам, пожалуйста. Да. И в этом есть смысл. Потому что интернет у всех один. Только каждый в нем находит свое. Вот и у нас. Я у всех одно. Только каждый ковыряется в своем. И еще тоже благодарности. Так приятно вас слушать, как будто с давними искренними подругами поговорила. Как понятно, умеете донести мысль. Думаешь, осознаешь, что это та. Благодарю вас, вашу команду, за мое начавшееся изменение. Я счастлива, что обратилась к вам за консультацией, за вашей пендель. Иначе человек будет лениться, искать отмазки. Я чувствую себя совершенно по-другому. Не ищу вовне, в других людях. Я знаю, там, гармония, она во мне. Нужно уметь ее находить. И поехала. Так смешно. Один искренне счастлив в однокомнатной квартире. Другой несчастен на яхте с миллиардами. Да. И большие письма люди пишут в соцсетях. И нам пишут. Я очень благодарна вам. И, кстати, сейчас много еще приходит благодарственных слов о наших стажерах. И причем по всем стажерам, кто работает, приходит информация благодарственная. Ребята, давайте сделаем так. У нас есть сайт Subrition. Subretion.com Там теперь можно отставлять отзывы. И человек, который будет, например, покупать какую-то обучающую программу, например, у тех же стажеров или у нас, или обращаться, он может сперва открыть отзывы и посмотреть. Пишите туда. Там пока еще не так много, потому что эта площадка вот-вот появилась. Только-только. Она еще не загружена на полную силу. Потому что ее только недавно прикрепили. Потому что отзывы тоже должны где-то храниться. То есть вот пишите свои отзывы. И тогда человек, который будет выходить на какой-то курс, на какую-то программу, он сразу может прочитать ваши отзывы. Прямо на Subrish. Просто раньше на Subrish этого не было. Это не было предусмотрено. На Pubay это было закрыто в силу большого перегруза и так сайта. И плюс это требует дополнительной модерации. А Pubay там отдельные ребята занимаются сайтом. И модерировать не всегда есть возможность. И получается, Subrition сейчас он полностью соответствует всем нормам и требованиям. Там есть модератор, который работает постоянно. Поэтому вы можете писать, оставлять свои комментарии, отзывы по тому, понравилось, не понравилось. Что понравилось, что не понравилось и так далее. Главное искренне и честно. Для того, чтобы тот, кто идет за вами, действительно принял правильное решение. И принял это решение сам. Смотрите, наши подходы. Мы не уговариваем человека прийти к нам. Вы, наверное, это уже заметили. И многие, кто писал, например, я бы к вам хотела на консультацию, но вот я думаю, а вы, типа, уговорите меня. Вот таким людям мы говорим всегда. До свидания. Вы не туда попали. Вам надо к психологу, к психотерапевту. Вам, вас там, как денежного клиента расцелуют. Как тут султан. Помните? Все, что могу. Помнишь анекдот? Когда султан пришел в гарем и всем женам своим. А он уже старый, немощный был. А там стоят у него эти 50 жен. И все секса хотят. Он так говорит, повернулись, наклонились, задрали юбки. Все, что могу. Все, что могу. Все, что могу. Да, вот точно так же мы отправляем к психологам, психотерапевтам, потому что, извините, у нас не прокатит. Мы не будем играть в вашу игру. Мы будем говорить честно и прямо о причинах, зачем вам нужна была болезнь. Зачем вам нужна была проблема. Потому что мы видим человека с призмы его подсознания, с восприятия его подсознания. И если вы думаете, что подсознание в это время так грозно стучит и говорит, я накажу тебя, ты такой козел, ты там не то делал. Нет. Подсознание в это время ржет. Оно реально стебется от того, в какие игры люди играют. Говорит, а тебе мало болезнь, ну на тебе еще. Это знаете, как джинн, вот в сказках, да, которому загадай мне три желания, я исполню. Да, и джинн ждет, чтобы человек ему загадал какие-то желания такие действительно масштабные там или интересные. А человек чего-нибудь от растерянности, там, допустим, какой-нибудь карандашик. Пускай у меня рука станет длинная или нога станет короткая. И джинн исполняет, но при этом джинн хохочет или думает, вот дурака мог бы заказать что-то большое для себя. Да, поэтому когда видишь проблему с точки зрения подсознания, она выглядит зачастую совсем не так, как человек ее представляет, и как он себе надумал его очень умным умом. Да, он всегда разводит нас. Но при этом это зачастую весело. И, как правило, мы вот эту информацию до человека и доносим. Хотя бывает и злость, бывает и раздражение, даже ненависть мы встречали, когда подсознание ненавидело свое надсознание. Но это уже бывает в те моменты, когда стоит критическое решение о том, что, ну так мы все, прощаемся в этой жизни или играем так, как играем. Чтобы вспомнить, что ты бог и зачем ты пришел сюда. Вот, поэтому, смотрите, если вы все-таки планируете обращаться к нам или к стажерам, или сразу имейте в виду, здесь будет правда ничего, кроме правды, будет она донесена в той форме, в которой вы способны услышать. А вот здесь у каждого человека своя форма. Есть люди, которые привыкли, что им говорят резко, отрывисто и грубо. А есть люди, которым надо сказать тихим голосом, мягко, а ты такой хороший. И он тогда будет слышать. И мы говорим в той форме, в которой человек способен услышать. Потому что мы знаем, в какой форме он способен, в принципе, услышать. Потому что мы смотрим на него из его же подсознания. Там эта информация в открытом доступе. Поэтому... И зависла. Да, про стажеров. Ну, про стажеров рассказала. А, да. Еще одна тема появилась. Я что-то в последнее время много езжу на машине. Ну, так как болтаюсь между двумя местами жизни. И получается, когда еду за рулем, очень часто вставляют озарение осознания. И раньше я записывала. Помните, когда греется трактор? А потом зима прошла, трактор греть не надо. И записывать уже не было необходимости. А весь поток и все равно идут. И вчера возобновила вот эту практику. Я понимаю, что она будет повторяться. Когда небольшие ролики, но такие очень яркие и очень глубокие. Они будут проскакивать. И их очень удобно выкладывать в ТикТок. То есть, сам формат ТикТока сейчас, он получается очень такой классный. Он набирает обороты. Очень много людей подписывается. И вот этот формат, он хорошо работает. И от меня никаких трудозатрат. Выбросил туда и все. И ничего, даже ролик подписывать можно не подписывать. Поэтому, если вам интересны такие горячие пирожки, то смотрите в ТикТоке Ирину и меня. Мы каждый туда будем закидывать. Потому что у Ирины тоже есть уже свой аккаунт. И она тоже его ведет. И тоже туда чего-то выгружает. Вот. Я просто вчера уже начала закидывать по интересу. Как Бог проявлен в теле человек? Через интерес. А как по-другому? Бог и есть интерес. И тогда становится понятно, каким образом включается внимание. И тогда становится понятно, каким образом идет создание. И тогда становится понятно. Вообще все становится понятно, если с этой позиции посмотреть. Но потому что интерес, он движет. Да. Только интерес движет. И это основа движения сознания. Да. При этом, если у человека нет интереса своего, то интерес будет в болезни. И болезнь будет двигать человека. То есть, по-любому будет идти. Через боль. Либо через боль. То есть, либо туда, либо туда. Так смотри. Здесь человек очень часто подменяет интерес на деньги. Например, я иду работать за деньги. И какой там интерес. И он становится рабом денег. И он тогда подменяет интерес материи. И это уже рабство. Раб, зависимость материи. То есть, ты завис в материи. И тогда, чтобы тебя выдернуть из материи и заставить двигаться, тогда надо включить боль. Да. А болью у тебя будет что? Голод, холод. Да что угодно. Болезни. То есть, все то, что... Страдания. Да. От чего болит внутри? И тогда ты не бог. То есть, если ты заменяешь интерес на деньги, то ты уже не бог. Ты раб. А рабу всегда больно. Он всегда зависим. Да. А если ты бог, тогда вспомни интерес. И вспомни, как ты создаешь из интереса. Я бы даже больше... Создавать можно и в материи. Пусть будет богная. Мы все-таки больше, как всегда говорили, о создателям. Ну, конечно, создателям. Потому что мы каждую секунду... Мы создаем все. Абсолютно в своей жизни создаем мы. И только мы. И поэтому... Ну, можно сказать, бог, а... Понимаешь, создатель, он единый. А бог... Тут же игра. Бог и дьявол, да? На две части сразу. На плохое и хорошее. Вот поэтому я и говорю, создатель. Создатель плохого и создатель хорошего. Согласна. А в других вариантах нет. А уже что для тебя плохое? Ты думаешь, что он закомментировал о грибе? И чувака, который создателям уносил вообще нахрен из себя? Ага. Нет, создатель – это мы. И от этого все в нашей жизни. То есть мы соображаем, мы спим, не соображаем и создаем. Или соображаем, что создаем. Тогда мы не спим. Тогда мы создаем то, что нам нравится. То, что нам интересно. Ты знаешь, вот сейчас мысль такая пришла. Помнишь, мы с тобой все время хотели, чтобы мы фильмы не снимали, а снимали сами люди по результатам работы. И как-то в обратной связи было. Ой, там стесняемся, я там буду некрасиво выглядеть. Я там отговорки какие хочешь. И мы не стали этому уделять внимание. Но тогда же и люди и не писали так много. А сейчас начался шквал с письмами. И я уверена, что скоро сами будут снимать фильмы. Потому что ты не имела ребенка. Вот у тебя уже ребенок подрастает. Ну, что ты не хочешь поделиться информацией? Наверняка любая мать хочет поделиться информацией. Но в какой-то момент ты комплексуешь. А когда ты проработаешь свои комплексы, то ты в качестве благодарности сама будешь решать эти вопросы. Чтобы нам не париться. А мы будем счастливы за человека. Ну, в принципе, наверное, мы сегодня сказали много. Да, да. А, там у тебя, кстати, интересное письмо пришло. Ну, я... Оно очень большое. Тут со стихами. Тут... Ну, прочитаю. Вчера утром подхожу к телефону и пришлось тут же искать глазами стул. В телефоне я прочла. У вас новый подписчик. Зайцева Наталья. Легкий шок. Пришлось... Начала думать. Что же Наташа хотела мне этим сказать? Почти полтора года я ничего не выкладываю в Инстаграм. После того, как его запретили. И все, что там есть, это еще до встречи с вами. До моих кардинальных пересмотров жизни, убеждений, верований. И все же, что же хотела мне сказать? Может быть, это интеллигентный пинок? Хватит спать. Где обратная связь? Мало ли, что ты благодаришь нас утром и вечером. Так пиши об этом и о том, как дела, что изменилось. После консультации я написала себе программу. Вот она. Благодарю тебя я, мой цветущий май. С твоим приходом хорошо я стала слышать. Я снова слышу трели соловья. И на рассвете зов кукушки слышу. Я снова слышу пение скворца. И писки воптенцов в гнезде я различаю. Звон колокола слышу я с крыльца. И шороги шагов своих. Когда поскошены траве ступаю. Все это было реальностью еще 3-4 года назад. Пока в доступности только звон колокола. Утешаю себя тем, что соловей и кукушка еще не распелись. Но правда еще в том, что мне не хотелось огорчать вас. Я знаю, что я буду хорошо слышать. И это будет огромная радость для меня и для вас. А пока принимаю себя такой, какая я есть. Люблю вас, обнимаю. С огромным уважением и еще раз с любовью. Маргарита, 85 лет. Май – это мой месяц. Еще и снова и снова благодарю вас за ваши консультации. И мои, и моих близких. Они просто меняют жизнь. Вы волшебницы. Как приятно такое услышать. Женщине 85 лет. Она такая умничка. Она не может не услышать. Потому что она уже слышит. Услышит, когда читаешь ее текст. И понимаешь, что она слышит это глубиной своих чувств. И поэтому на физику должно обязательно перейти из психики. И проявиться в физике слышание. Слезу пустила. Мне всегда приятно читать обратную связь от Маргариты. Которая раньше была чаще. Сейчас долго не было. И мне приятно, что она с нами. Мне вообще очень приятно, что она с нами. Что ей 85 лет. Что она здоровая и счастлива. Какая она умничка. Да. И она продолжает заниматься собой. Своим здоровьем. Своим развитием. Своим сознанием. Нет предела совершенства. Ну что, спасибо сегодня, что были с нами. Спасибо. Подключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok